Друзья, всем огромный привет! Вы на канале Юрий и Лариса Иванова Live. Всем привет! Сегодня дочери дома нет. И я тут хозяйничаю. Сегодня мы одни дома. С внуком. И что я буду готовить? Честно скажу, вот именно в таком сочетании я готовлю первый раз. Но я уже говорила, что мой зять купил тыкву огромную. И я не знаю, куда ее использовать. Это у меня была порция заморожена. И сейчас, знаете, что я буду делать? Я буду готовить типа голубцов. Типа голубцов. Только у меня будет вместо риса тыква. Мясо у нас нежирное. Это совершенно нежирная говядина. И я взяла кусок грудки, чтобы это все перемешать. Я люблю вообще смешанный фарш. Я сейчас это все еще раз перекручу. Порежу его. Немного помельче. Что-то у меня перекручено. А это я, чтобы смешать однородно. Я вместе еще раз перекручу. И мне кажется, будет понежнее. Так, ладно, оставим, пока у меня будет готовиться. Я пока, знаете, что я сделаю? Я обжарю лучок и морковочку на сливочном масле. Совсем не жирненько, без углеводиков на сливочном масле. Я беру, не знаю, грамм 50 сливочного масла. Погромче говорят, девочкам слышно не будет. Так, сейчас у меня тут кастрюля стоит. Осторожно, а то мы уже испортили одну камеру. Да, кстати, камеру паром немного подсадили. Пришлось покупать. Так, я же подсолю эту водичку. Но это, сами понимаете, мне надо капустные листья добыть. Можно, конечно, в микроулотке. Но я по старинке, старинным способом. Да я буду листики с этого снимать. Сейчас доча мне позвонила и говорит, мама, что ты собираешься готовить? Что нужно привезти? Я говорю, приедешь, узнаешь что-то. Она говорит, а из чего ты собираешься готовить? Я говорю, из того, что она шла в холодильнике. Ну вот. Они немножко не привыкли. И из того, что она ходит в холодильнике, не готовят. Надо обязательно им для рецепта подготовиться. Сходить в магазин, купить. Все. Мы готовим из того, что есть. Так, все, пусть у меня это обжаривается. А я тут. А это варится. Осторожно. Я прямо из сковороды. Вообще бы надо было для видео красиво выложить тарелочку. У нас так есть. Да. Я люблю все побыстрее. И как бы повкуснее, посытнее. И я сюда добавила, немного обжарила на сливочном масле лук, морковь. И сейчас я это все вместе смешаю. С фаршом, да? Да, с фаршом. Фарш у меня, ну, очень нежирный, очень костный. Вот я переложила фарш в миску. Вот эта тыква у меня была свежая, не мороженая. Я ее перемолола в этом блендере. И вот это у меня кусочки замороженной тыквы. Я сейчас тоже хочу помолоть в блендере. У меня тут авария случилась. Я порезалась. Поэтому не буду резать. Вообще, хотела мелко порезать вот это. Ну, постараюсь измельчить. Но не совсем мелко, не в пюре. Хотелось бы получить пюре. Но тут еще кусочки. Сейчас посмотрю, какого они размера. Так, оставляю в таком виде. Потому что пюре я не хочу. Да, она так сварится будет. Очень мягкая. Да. Ты прав. Я сейчас должна это все поперчить. И посолить. Можно. И теперь мне нужно это все перемешать. У меня вот очень немного этих капустных листиков. Ну и, конечно же, я вот это вот всегда вырезаю. Вот эти вот толстые прожилинки. С детства так меня мама учила. Ну, в общем, я это все вырезаю. Так, все аккуратисты будут писать мне, как неаккуратно, все руками. Сами шутим, сами смеемся. В общем, эти у меня будут побольше. А дальше, как тевтельками сделать, приготовить. Капустка небольшая была. Небольшой вилочек. Вот такая будет листья капусты фаршированные. Меня зять, кстати, давно просит приготовить блюда китайской кухни. Вот такие листики фаршированные какими-то овощами. Ну, это надо у него узнать. Давно хотел мне показать. Так что, если я научусь, я вам покажу, что он там хочет. Он это покупает в замороженном виде и готовит в духовке. То, что я вам сейчас... За бешеные деньги, да? Ну, я не знаю, за какие это деньги покупается. Потому что я не особо еще трачусь в магазинах. Так, вчера вот сходила, купила донатцы, донаты шоколадные. Купила конфетки. Ну, чаек попить. Я говорю, хочу порадовать внучка. Я буду эти голубцы свои экспериментальные обжаривать на оливковом масле. Так, налила масло. Можно, конечно, еще проэкспериментировать, обыкнуть их в яйцо и пожарить. Но я буду жарить так, потому что я их буду... Сегодня эксперимент без яйца. Буду в соусе в каком-нибудь. Сейчас придумаю соус. И чтоб они у меня еще в соусе. Я их просто обжарю сейчас. И... Сейчас на камеру все полетит. Ну, аккуратненько покажи, что мы их обжариваем. И все. Какой у тебя получилось? 12, по-моему, штучек. Небольшой вилочек капусты. Так что всем хватит по 2 и даже больше. Да, еще сварю риса. Рис. Покажу вам какой рис. Засминовый. Очень-очень вкусный. Правда, не обманывай. Приди нас к столу, я покажу мешок. Я его еще не пересыпала до конца. Это еще остатки, да? Да, еще у меня осталось. Я сначала хотела типа тевтели приготовить. Потом думаю, нам и того много. Поэтому, может быть, что-нибудь с лепешкой. Лавашное приготовить. Вот он рис этот. Очень вкусный, правда. Вот так вот у меня обжаривается под крышкой. Девочки, мальчики, очень долго это блюдо затягивается. Гремит, говорит, громче. Поэтому, уже дети приехали. Все хотят уже покушать. И я это дотушу, как бы сказать. Это будет очень вкусно. Итак, сейчас мне надо... Я вот эти уже обжарила с одной стороны. Немножко. Морковь с луком я обжаривать сюда не буду. Вы видели. Это я все добавила в парш. И так будет очень вкусно. Рис я уже отварила. Я варю нам всегда, нас на всех. Стакан риса. Вот здесь вот у меня. Один стаканчик риса. Так, и теперь я складываю это все в сковороду. Сейчас я сделаю... Разведу сметанку с томатом, однако. Потому что я люблю с томатиком и со сметаночкой. Я добавила подсолнечное масло. Разогрела его. И добавила туда вот уже 4 ложки прега. Мне этот соус очень-очень нравится. Покажи вот сюда, вот какой он консистенции. Он с зеленью. Здесь томатная паста, скорее всего, да? Да. Основной, я думаю, ингредиент это томатная паста. Кстати, всем привет. Томатная паста. Специи различные. Я думаю, там еще есть какая-то приправа, скорее всего. Ну и зелень, да? Ну, тут написано состав. Томатное пюре, вода и томатная паста. Помидоры. В томатном соке. Сахар. Масло. Канола ойл. Это ойл. Это масло, да? Потом. Contains less than 1% salt. Очень мало соли добавлено. Типа. 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 Типа тончатый. Ну, хотя да. Для такой банки. Ну, и вообще, в принципе. Ладно, не останавливайся сильно на этом. Потому как у России такого соли нет. Лук. Я показываю специи. Какая-то... В общем, вон, не важно. Я хочу сказать. Если бы я была дома, я вот уже говорила, у нас дубль два это, что бы я добавила. Я бы добавила, обжарила помидорки, добавила томатной пасты, добавила бы приправок. И все бы у меня точно так же получилось. Вот, я добавила сюда водички. Сейчас это у меня все закипит. А, ты это зальешь потом. Да, я залью. И потушу вот в этом вот свои экспериментальные голубцы. Чем мне нравится этот соус, я хочу сказать особенность его от томатной пасты. О том, что от него нет изжоги. Он размешанный. Ну, там вы видели ингредиенты, я показала. И он не едкий, как томатная паста. Я когда, честно сказать, сюда приехала первый раз, я его добавляла везде. Вот до того он мне нравился. Все блюда я этот, прега, ложила. Они его покупали ведрами. Сейчас, кстати, когда я приехала, я дочери, купи прега. Она купила уже в Волмарте. Так, зять поехал, вот таких две банки купил. В Сэмсклабе сразу. Ну, чтобы... Мама же готовит. Мы ведра, эти, сметану ведрами покупаем. Майонез ведрами, когда ты приезжаешь. Хотя майонеза мало использовали. Залила я трубочки капустные или еще как-то пусть они называются. Конвертики из капусты. Мне больше нравятся, кстати, конвертики из капусты. С начинкой. Пусть блюдо называется так. Это же у меня экспериментальное было. И вот теперь я поставила прокипятить. И сейчас я подготовлю сметанку. Кто любит, добавьте сметанки. Кто не любит, можно и так оставить. И так будет очень вкусно. Накрываю крышечкой. Это я для вас открывала. Кстати, мне нужно еще добавить зелень. Поперчить немножко. И подсолить. В общем, положила я ложку вот такой сметаны большую. Развела ее немного водичкой кипяченой. Чтобы у меня комочков не было. Здесь сметана очень жирная. Поэтому я ее вот так вот водичкой растворила. Сейчас я это все залью. Я тут посолила, поперчила. Посыпала зеленью. Здесь в основном дочь пользуется приправами. Все у нее приправы сухие. И зелень в том числе. Вот так все это будет выглядеть. Сейчас это все потушится. И будет очень вкусно. Вот мои конвертики из капусты. Готовы. Соус я тоже налила сюда. А гарнир вы можете делать, готовить любой. Картошечку можно приготовить. Можно приготовить рис. Все что угодно на ваше усмотрение. Можно вообще без гарнира кушать. Лариса приготовила, значит, обед. Сейчас спросим нашего дядя Джеррида. Как, дядя? Хорошо? Хорошо. Дай, я попробую. Дай, я попробую. Я не попробую. Ну, доча, давай попробуй. Окей, давай, сейчас. Ну, вот я положила. Некоторым понравились мои артистические качества. Начиная с подлива, у меня все тает во рту. Да. Подожди, я отломлю кусочек голубца. Это конвертик из капусты. Извините, конвертик из капусты. Я сейчас отломлю кусочек. Я все-таки попробую это. Мясо попробую. У меня что-то рука трясется. Не могу сделать. Наверное, в кафе было. Так, Юрик. Я прою. Девочки, ну правда вкусно. Девочки, ну правда вкусно. Давай, Юрик, теперь ты. Он любит у нас все резать. А что я должен руками? Невкусно? Он сейчас просто вымарку полетит вкусноты. Я знаю его ощущения. У вас одни и те же? Да. Вкусовые качества? Ну просто лайк! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok